Предназначение Тема сегодняшнего выпуска – предназначение. Тема, ставшая особенно актуальной для современного человека, которому хочется не просто работать, но еще и реализовывать свои таланты. И получать удовольствие от процесса. А поговорим мы об этом с психологом-трактиком и коучем Сергеем Костеренко. Здравствуйте, Сергей. Добрый день, Катя. И о предназначении хочется начать все-таки с терминов, потому что люди очень многое вкладывают в это слово, что такое предназначение, и очень много путают других терминов. Дело жизни, миссия, вот эти вот все вещи. Можешь вкратце рассказать предназначение, что это такое? Суть в чем? Когда мы задумываемся о предназначении, мы задумываемся о том, что предназначено. То есть это было когда-то заранее, до воплощения, до жизни что-то нам дано, какой-то жизненный план. На самом деле, когда работаешь с подсознанием, есть отклик на слово предназначение, но он отдается не в том, чем нужно заниматься, а в том, какие тебе качества нужно наработать, какие качества отработать, какие жизненные уроки пройти. Когда работаешь с клиентом по психологии подсознания, скажем, то откликается именно такое. Так вот, исходя из такого понимания предназначения, после многих клиентов я вывел для себя такой концепт, что предназначение – это путь. Это путь человека, на котором есть определенные ключевые точки, заранее предусмотренные, но между точками очень много вольной свободной программы. Есть как бы и предопределенность, есть и огромное поле свободы выбора. И дальше я ввел дополнительные понятия – это призвание и миссия. Призвание – это часть пути, на котором у тебя есть какой-то ключевой вид деятельности, которым тебе более предназначено. То есть это ближе к профессии? Это ближе уже к профессии, ближе к профориентации, скажем тогда. И призвание может быть несколько. Призвание, например, на примере Ильи Муромца. У него первые 30 лет он лежал на печи, призвание у него было такое. Бывает и такое призвание? Да, а знаешь, в чем оно было призвание? Мне кажется, у меня. Он прорабатывал гордыню, потому что он большой, крепкий мужик, а ходить не мог. И нужно было лежать на печи не просто так, он не мог, правда, передвигаться. У него там паралички какие-то были, конечности. И потом пришли старцы и сказали, пойдем, там Руслан надо защищать. У него следующее призвание было, его призвали Русь защищать. И он стал воином, да. И какой-то период он был воином, да, были у него победы. А потом, ну, есть несколько версий про Илью Муромца. Мне нравится ставка, в котором он в конце стал монахом. И третья часть его призвания была монахом, третье призвание его на пути предназначения. Так вот, и когда, кстати, когда он сошел с этого пути, он снова пошел в какую-то битву, его там и убили. Предназначение состоит из нескольких этапов призваний. И когда ты идешь по своему призванию, которое тебе сейчас предназначено в этом этапе, то у тебя все в порядке, у тебя идет энергия, тебе даются возможности, тебе приходят люди, информация, тебе все идет накатом. Когда этот этап призвания заканчивается, начинается другой, то то, что ты делал раньше и то, что у тебя получалось, вдруг начинает почему-то ломаться. И ты вроде это знаешь, ты это любишь, ты это умеешь, но тебя уже ведут к другому. И ты уже понимаешь, к чему на самом деле, тебя плавно подвели. И призвание меняется, и нужно менять род деятельности, если тебя призвали к другому. Так у многих родителей менялось. Вот тот же классический император Диоклетиан, который там был сначала воином, потом императором, тогда их избирали. Что-то там в Риме хорошее сделал. А потом закончился его период правления, он отошел, и потом снова его призвали в Рим. Он такой, да нет, ребята, если бы вы видели, какую я капусту тут выращиваю, вы бы меня вообще в Рим не звали. Это классическая история, но она тоже про предназначение призвания. То есть у этого человека было несколько этапов призваний. И вот тут это призвание, когда капуста стала интереснее, чем быть императором, он его по-честному отработал и не стал возвращаться назад. Иначе бы кончилось плохо, как с Львей Мурзбсом. Да, многим стоит поучиться у этого императора. Так вот, концепция в целом какая? Есть предназначение – это некий путь. Есть призвание – это этап пути с каким-то ключевым видом деятельности. Есть миссия. Миссия – это главная задача на этапе. На каждом этапе у тебя своя миссия, твоя главная цель. Можешь пример привести? Например, миссия – это, например, что такое? Ну, то есть моя миссия. Миссия, она бывает не на всю жизнь. Есть люди, которые совсем миссианские какие-то, да, у которых прям… Ну, таких единиц. Как Ганди. Ну, как Ганди, да. И то у Ганди наверняка были какие-то этапы, да, если даже… Ну, я не слишком изучал его историю, смотрел фильм и понимаю, что начальная часть его была как-то больше такая дипломатическая, больше светская, да. И то потом он стал таким каким-то духовником. И тоже у него было несколько этапов в призвании. Так вот, миссия – это главная задача на этом этапе. И миссия может быть, как у Эйнштейна, там, да, принести информацию… Новые знания. …в каких-то новых знаниях во Вселенной, да. Миссия может быть и локальной, там, обучиться чему-то, пройти какой-то урок жизни, да, научиться чему-то. Вот на данном этапе у тебя миссия какая-то. Я могу привести пример того, как я учился, какие у меня были этапы призвания. Да, расскажи. У меня, например, был этап призвания такой, один из этапов, когда мне нужно было разобраться с техникой, с компьютерами, вот, чтобы прийти к пониманию, как работать с информационным пространством, да, и учить дальше, там, других людей, своих детей тоже. Я в свое время собрал больше тысячи компьютеров, собрал, настроил, строил. Притом большую часть из этого я сделал за, там, 9 месяцев, когда концентрированно работал на этом направлении, была у меня такая часть начальной карьеры, там, больше 20 лет назад, да, и настолько я наработал общение с техникой, что у меня появился эффект администратора. То есть это когда у кого-то что-то не работает, какой-то компьютер, да, ты подходишь, при тебе начинает работать. Укубается, на всякий случай. Да, техникам стало меня бояться, да, влияние пошло настолько. То есть я в этом настолько был хорош, но потом это призвание закончилось, и началось другое призвание. У меня пошли в мои бизнесы, у меня было 5 бизнесов в жизни, и потом, когда третий этап пошел призвание, когда я уже занялся психологией, да, коучингом, меня постепенно выводило из каждого этапа. Плюс фоном было 25 лет горных путешествий, что тоже помогало мне научиться общаться с природой самому, научиться, как помогать людям через природу познавать самого себя. И все это было своевременно. Но потом, вот в этом году, 25 лет горных путешествий, я вышел из темы путешествий так же, как я когда-то вышел из темы компьютеров, потому что оно начало просто вот ломаться. Ты все знаешь, ты умеешь, ты делаешь все хорошо, но тебя начинает бить какой-то другой стороне жизни. То есть, допустим, ты свозил туристов, и тебя раз неожиданно начинает какая-то проблема с машиной быть. Или свозил там туристов, когда тебя уже чувствует, что не надо. Тебе раз как-то бизнес-возможность теряется. Ты там в коучинге вот овел, там раз человек, ассистация изменилась, стало не нужно. То есть, призвание – это всегда легкость какая-то, да? Когда ты идешь по своей судьбе, по призванию, по призванию, которое тебе сейчас предназначено, то тебе даются все карты в руки, что называется, да? То есть, есть действительно легкость. То дело, которым ты занимаешься, дает тебе энергию. Оно приносит тебе удовольствие, оно дает тебе и финансовое обеспечение. То есть, когда ты занимаешься своим делом, вся вселенная на твоей стороне. И она помогает тебе это дело реализовать. А вот ты вот мысль людну сказал, которая меня немножко напугала, про вот потерю призвания и дорогую цену вот этой потери. Как вообще люди, вот ты обрел свое призвание, как можно его потерять? Ну, то есть, это из-за чего происходит и как? Ну, как я говорил, есть этапы призвания, да, и на каждом этапе нужно чему-то научиться, наработать какой-то навык. Например, вот в детстве у меня был этап призвания познания через книги. Я в 4 года научился читать и очень много читал. И часть моего призвания была в том, что я читал Шеллока Холмса и много, по несколько раз перечитал, как он разматывает вот эти логические цепочки, цепочки причинно-следственных связей. И то же самое я сейчас применяю в психологической практике, когда работаю с клиентом. Это была подготовка? Это была подготовка неизбежна. И каждый предыдущий этап является ступенькой к следующему. Он является составляющим, как мозаику. Ты собираешь по кусочкам из пазлов, да? Вот если оглядываться назад, то весь твой путь был нужен для того, чтобы ты стал таким, какой ты есть сейчас. И что такое про потерю призвания, да? То есть когда твой путь движется, когда ты идешь по предназначению и твой этап призвания заканчивается, начинается следующий этап, нужно переходить и не цепляться за старое, уметь отпустить его, даже если ты там в этом гуру, и пойти вперед. А что может помочь отпустить? Ведь это действительно очень трудно, потому что ты здесь, допустим, эксперт, ты здесь признан, здесь деньги, например, хорошие. Как это все отпустить? Ну, то есть что может помочь это сделать? Потому что это же трудно. Это трудно, поэтому я тоже в этом не идеален. Я годами туплю, торможу, и меня судьба подпинывает. Вот из туризма у меня года три судьба выпинывала уже, да, из компьютеров тоже там года два, наверное, я выходил. То есть слушать знаки от мира? Ты, во-первых, чувствуешь, что тебе пора туда. Прямо начинает приходить ощущение, что тебе надо заниматься вот новым видом деятельности, преимущественно, приоритетно. Если ты цепляешься за старое, говорю, то тебя сначала начинают бережно отводить, потом все сильнее, потом прям вот щелчки по носу судьба дает, условно говоря. И если это понимать, это видеть, обращать на это внимание, то становится очевидно, как с тобой мир разговаривает, как тебя ведут и плавно переводят на новую деятельность. Если ты идешь по судьбе, то да, там не сразу все так идеально, но постепенно ты нарабатываешь тоже. Там экспертность, тоже получаешь отдачу. А как вот, ну, одно дело, если у тебя высокая чувствительность, ты понимаешь знаки вселенной, как ты их понимаешь, что они есть, интерпретируешь, а если вот ты про это ничего не знаешь, но ты чувствуешь какой-то, ну, там, что ты чувствуешь, зов, да, что какое-то призвание у тебя где-то есть, и надо его найти, и что ты сейчас не на своем месте. Как осознанно искать это призвание, из каких шагов может вот процесс этого поиска состоять? Ну, вообще, вселенная говорит с нами доступным нам языком. Если сам не понимаешь, всегда есть рядом какие-то люди, которые подскажут. Например, жена. Жена очень часто бывает таким рупором от вселенной, которая говорит, ой, тебе надо вот этим заняться, ой, тебе почему-то это. Притом она сама логически не может объяснить, почему, хоть мужчина начинает требовать, а ей просто приходит эта информация, и она выдает ее мужу, потому что она является удобным инструментом для трансляции вот этого языка вселенной. Есть другие люди, есть психологи, есть коучи, которые понимают, как я, как устроена жизнь, да, и могу, выслушав человека, уже сам тоже прочувствовать, и сам ему логически уже даже рассказать, почему у него так случается, почему старый перестал работать, к чему новому его ведут. Ну, и плюс для самостоятельной работы есть, у меня методы, есть список вопросов, аналитическим путем можно пойти, и задавая себе вопросы, можно выйти на осознание того, что сейчас является для меня ключевым видом деятельности, да, то есть это вот ближе к профориентации, наверное, да, но она не всегда про профориентацию, там именно про суть, суть самой деятельности, что я должен делать. И есть второй вариант, это работа с подсознанием, но тут тоже нужно лучше с кем-то, лучше с кем-то, с проводником, да, лучше с проводником, который ты знает, поэтому я когда веду через подсознание, там, конечно, наиболее точно ответы получаются, но аналитический способ, он доступен каждому, я думаю, сегодня мы можем даже в конце встречи выдать несколько вопросов, для того, чтобы помочь нашим зрителям для себя найти эти ответы. Да, а расскажи какую-нибудь историю из своей практики, из опыта твоих клиентов, кто каким-то вот чудесным образом обрел свое предназначение, свое призвание, какие-то истории, вот этого пути, самого интересного. Ну, например, был у меня клиент, с которым мы работали через подсознание, и он до этого занимался программированием, программированием, и что интересно, да, вот программирование, что такое? Это работа руками, он работает по клавиатуре, да, и программировал, там в 1С, по-моему, какие-то вещи писал, да, но это его стало уже истощать, то есть, если раньше это его тоже вдохновляло, наполняло, то сейчас он чувствует, уже какое-то время чувствует, когда он у меня пришел, что что-то не так, что что-то надоело ему, что-то устало, и что дальше будет, он не знает. Когда мы пошли через подсознание, подсознание дало ответ, что ему нужно заниматься массажом. Неожиданно. И что интересно, да, что это тоже работа с руками, но не с, техникой, а с человеком. Это тоже работа руками. И что интересно, такой шаблон, я встречал потом еще одного человека, он тоже был раньше программистом, а потом ушел в массаж и стал таким воодушевленным массажистом. Ему очень нравится. Поэтому он тоже не оставил любви к компьютерам, скажем, да, но основным видом деятельности для него стал массаж, и он в этом хороший. А вот предназначение, оно всегда ли приводит к социальной реализации? Всегда ли оно связано с деньгами, с признанием? Или может быть такое, что человек идет по пути, а мир его как бы не признает? Такое может быть? Предназначение, говорю, это в целом путь, а призывание – это этап пути. Поэтому предназначение, и для предназначения более важны не виды деятельности, а то, каким ты становишься, занимаясь этим видом деятельности. Ну вот качеством. Качеством. Например, научиться, очень важно с точки зрения предназначения принять людей, принять инакомыслие. Или, например, будут учить принимать людей неидеальными, несовершенными, и принимать, проводить человека через предательство. Вот будет он заниматься одним видом деятельности, его предает, другим предает, третьим предает. Его просто нужно дойти, что не надо очаровываться, чтобы не разочаровываться. И, как говорил один опытный предприниматель, не надо доверять людям. Сделай так, чтобы они не смогли тебя обмануть. Не искушай людей. Да, не искушай людей. И он абсолютно с приятием относится, и его не обманывают, потому что он делает так, что нельзя обмануть. Понятно. Ну вот тревожит-то именно все-таки больше профессиональная всегда реализация. Конечно. И, например, вот когда на детей на своих смотришь, хочется же, чтобы они не страдали, не шишки не набивали, а как-то сразу пошли по своему пути. и помочь им в реализации своих талантов. Я знаю, что ты папа шестерых детей. И вот скажи, видишь ли ты, допустим, у них уже с детства, какой у них путь, что предназначено, предназначение, призвание, может быть, уже у кого-то видно, потому что некоторое призвание требует мастерства, которое пестуется совсем с детства. Как это заметить? Как распознать? Или как ты распознаешь это? Слушай, ну действительно, у меня шесть детей, и они все разные. И у каждого свой характер, свои предрасположенности, свои таланты, свои качества и свой жизненный путь. Даже вот у меня крайние двойня, они родились разницей в 15 минут, а они уже разные изначально. Один такой активный, предприниматель такой, да, вот у него бойцовский такой дух, а второй такой маленький будет, да, он лежит, он довольный, может спокойно лыбаться. Да, ему все хорошо, уже хорошо. А тому надо чего-то добиться, достичь, чтобы было хорошо. У них разное. И, допустим, у одного из моих сыновей стремление к машинкам было, у старшего сына, было такое, что машинки, это гоночные, это быстро, это что-то такое суперское, вот как вот молодежь любит, да, такие машины. А другой сын, он машинки воспринимает по-другому. Для него машина, это трактор, это какой-то комбайн, это какой-то грузовик, да, ему на дороге интересно, показываешь ему на дороге, смотри, вон машина какая-нибудь там, гоночная едет, какая-нибудь желтненькая, такая, машина, где машина? Не видит, он вообще за машиной это не признает, это что-то мелкое, плоское такое, зато за машиной, такой, о, вон машина, так, КамАЗ едет, КамАЗ, вот это машина. Абсолютно разное восприятие, да, абсолютно разные приоритеты, да, и тут видно, что, ну, ценности разные, направленность разная, да, один больше такой, можно сказать, на поверхностный уровень комфорта, такой, да, а другой больше такой, работяга какой-то, да, ему техника сама нравится. Есть, учитывая предрасположенности, можно... Что может помочь вот родителю увидеть, пусть и на таланты? Что поможет? Поможет вообще само понимание, что ребенок пришел уже готовым, его, по-честному, по-честному, его не нужно сильно-то воспитывать, в нем нужно разглядеть, какой он к тебе пришел и помочь ему состояться. Вот эта позиция, такое отношение, оно в принципе... То есть без, грубо говоря, ожиданий своих от него, да? Ну, ожидания вообще-то. Он пришел тебе как подарок, и он пришел к тебе в гости, это не твоя собственность. Он пришел к тебе вот на какой-то период, и он от тебя сильно зависим в первые годы жизни, но чем дальше, он меньше от тебя зависим, и вот ты ему помог в становлении, и выпуская его, он не твой, он свой собственный. И, видя... Та задача рассмотреть, кто ко мне пришел вообще, с интересом наблюдать. Я на первом, на старшем сыне, вот, наломал все эти ожидания, боролся с ним, он мне очень хорошо поручил. Он когда-то сказал, папа, ты неужели не видишь, что я, это не ты? Я такой, блин, ну, правда, что это я думаю? Это все еще по себе сажу. Меня прям резонуло, так вот, в подростковом возрасте, когда мы с ним, контры были. И после этого я начал задумываться, а какой он тогда, если он, это не я, я по своим ценностям его как-то пытался воспитывать, а он не я. Посмотрел, какие у него ценности, изучить его нужно. Я изучил, да, у него другие ценности, у него не такие ценности, как у меня, у него не другие модели жизненные, но он тоже может жить, он тоже может как-то справляться с взаимоотношением с людьми, как-то справляться с профессиональной деятельностью. Я начал его изучать и стал принимать его позицию, его жизненный путь. так с каждым ребенком тут на первом я сильно научился много дров наломал начиная со второго стало легче с начиная с третьего у меня не было вообще ни одного вопроса по детям потому что ну все понятно просто и вот он пришел до изучать им надо помогая подсказы они сами тебе все дают давай им выбор не отнимаю них выбора самого раннего детства там что ты хочешь кушать что ты хочешь одеть какие носочки вот эти или эти да какую курточку ты выберешь магазине вот эту или это какую игрушку там вот выбери вот такой такой всегда давать ребенку выбор он тогда укрепляется в этом что его воля имеет значение и он тебе сам все время говорить что он хочет беда родителей многих что они сначала забивают вот эту волю ребенка а потом мучается у ребеночек счет не знает чем заняться в жизни ребенка ничего не хочет психолог ничего не хочет да сделайте что-нибудь а там вот такая властная надо по моему чтобы он хотел чтобы он хотел по моему ребенок он свой собственный и как раз чем сильнее вот это воля и подавление от родителей тем более строптивыми детьми их лечат поэтому 1 1 из составляющих предназначения наших вот детско-родительских отношений это то что дети в чем-то являются учителями и врачами докторами для родителей потому что если родитель ну взрослый человек отмазывается от прохождения каких-то уроков отказывается от тут даже может с женой с мужем там развестись да мы не нравится мы там себе нарабатывать качество чтобы быть вместе у нас разводится то с детьми реже разводится ребенок приходит и начинает почему-то ус усиленно повторять те качества которые были в спутнике жизни с которым ты только что расстался чем быстрее ставишь тем больше не становится похоже а он не просто так потому что именно это нужно принять и чем быстрее родитель принимает ребенка такие какой он есть и учится взаимодействие с ним таким какой есть тем легче он становится и он снимает себя задачу научить родителя приятию вот каких-то таких-то качеств которые он вынужден транслировать пока родители это не усвоит то есть принял и вышел на свободу принял да и ребенок становится более свободны поэтому я изначально от детей ничего особо и не ожидаю и стараюсь их принимать таким какой есть я им не усугубляет задачи пусть живут свою жизнь пусть меня не учат я вот как можно быстрее научить и не хочу на них навешивать роль учителя для себя хотя все равно они это делать все равно в чем-то они меня прокачивать безусловно мы в каждой передаче предлагаем эксперту рассказать какое-то упражнение полезное порекомендовать книгу или что-то еще что поможет человеку разобраться с главным вопросом передачи сегодня у нас про предназначение под призванием может ли ты порекомендовать что-то что человек может самостоятельно сделать без коуча без помогающего практика вот сам себе психолог сесть и что-то сделать и как сделать свою жизнь более замечательно куда есть очень простой метод которые применяются вот в японской философии называется икигай и согласно этому принципу человек сам может найти свое призвание предназначение то есть призвание как этап предназначение нынешней и для этого есть там несколько составляющих первое что я делаю хорошо что и умею что я делаю хорошо второе что я люблю делать третье что нужно людям и четвертое за что люди готовы платить и на пересечении всех четырех вот этих аспектов лежит твой икигай то есть это то что я умею хорошо делать то что я очень люблю делать то что людям нужно это за что люди готовы платить и в общем-то ты становишься в шоколаде это проходит живешь полностью удовлетворенный тем что ты занимаешься любимым делом ты действительно в этом хорош и людям это действительно нужно или они тебе за это оплачивает и у тебя все по кругу и ты в общем-то прокачиваешься до бесконечности особенность еще когда ты живешь в точке своего призвания то ты бесконечно хочешь учиться этого бесконечно хочешь в этом развиваться еще лучше еще лучше еще лучше пока твой этап призвать не закончится совершенно там есть предел но он внешне а изнутри тебе прям нравится ты хочешь развиваться развиваться и развиваться вот один есть такой метод другой метод это метод аналитических вопросов современный для западного человека, он, конечно, более такой близкий. У меня есть методичка, которую я обычно выдаю людям, когда я работаю по вопросам призывания, предназначения. Там есть целые два десятка, наверное, вопросов, которые можно задать. Ну, самые простые, самые таки наводящие – это действительно, что мне нравится делать, чем бы я хотел заниматься. Есть другие, более в глубину идем. Зачем к тебе обращаются с помощью? То есть в чем тебя призывают помочь? Как тебя видят, как помощника? В чем? В каких делах? Посмотри. Потому что люди, как зеркало, они тебе помогают увидеть что-то в тебе, что, возможно, ты не настолько ценишь, что ты считаешь незначительным. А люди именно по этому поводу к тебе обращаются. Идем дальше в глубь. Есть такой сильный вопрос. Представь, что ты уже заработал все деньги, которые тебе понадобятся. И для себя, и для детей твоих, и даже для внуков. И тебе вообще не надо больше работать, зарабатывать ни одного дня в жизни. И ты уже купил себе дом, машины, яхты, все, что захотел, все уже купил такое поверхностное, что в социуме транслируется. И самое важное – напутешествовался. Потому что очень часто я хочу путешествовать. Это тоже не призвание, не призначение, это инструмент для познания самого себя. Все, ты напутешествовался, все у тебя есть, и работать не надо, и купить уже, ты все купил. Чем бы ты занялся с этой точки зрения? Вот в этой позиции жизни. Представь, попробуй себе позволить. То есть из ресурсного такого? Да, вот из суперресурсного, из изобилия. Состояние полного изобилия, отсутствие какой-либо недостаточности, при том, как для себя, так и для родных, для близких, и для детей, и даже на внуков хватит. Вот все, не нужно заботиться больше. Нет нужды. Что бы ты хотел сделать? Чем бы ты хотел заняться? Интересный вопрос. Очень интересно. Просто даже задуматься об этом уже, мне кажется, не мучно. Терапевтично даже позволить себе быть в этом состоянии. Это очень полезное такое состояние, состояние изобилия. В этом состоянии начинают приходить верные мысли. Это тоже очень полезный вопрос. То есть так можно нащупать, чем бы я хотел заниматься на самом деле, из точки здесь сейчас, на данном этапе своего пути. Ну и следующий вопрос, который тоже за пределы игры нас выводит, это такой вопрос, когда ты умрешь, как бы ты хотел, чтобы люди, стоя перед твоей могилой, о тебе вспоминали? Что бы они тебе рассказывали на твоей поминальной трапезе? Что бы они о тебе говорили? Что бы ты хотел услышать сверху, оттуда, о себе? Это тоже вопрос такой, который выводит за игру. Ты вот в рамках игры изнутри хочешь там чего-то достичь. А когда ты задумаешься о том, что будет после игры, то некоторые ценности отбрасываются. Как говорил в известном сериале «Доктор Хаус», скажи пациенту, что он умирает, он сразу вспоминает о самом главном в своей жизни. О, да. И вот тут вопрос. Представь, что ты уже умер. Что бы было бы самое главное в твоей жизни? О чем бы ты хотел, чтобы люди о тебе вспоминали? И еще один вопрос. Это как бы ты хотел, чтобы о тебе написали на могильной плите? Что бы там было сказано? Вот в нескольких словах. Там не пишут длинных речей. Вот в нескольких словах. Ахректиризуй. Как бы ты хотел, чтобы о тебе думали потомки? А ты себе задавал этот вопрос? У тебя есть ответ? Я знаю, что у меня еще путь не закончен. И еще есть этапы призвания и предназначения. Поэтому я думаю, там найдется, что написать. И это будет ближе к тому, что будет там. Потому что каждый этап призвания, он тебя меняет. Потом бывает, значительно меняет. Что меня еще тревожит с теми предназначения, что есть такое подозрение, что люди используют эту идею о поиске предназначения для того, чтобы от предназначения и от собственной реализации бежать. Вот типа, вот я ищу себя. Вот ему там 50 лет, он все ищет себя. Там поработал, тут поработал, там что-то поделал. И как бы и везде немножко неглубоко. Как ты думаешь, является ли идея по предназначению невротизирующей, если ее неправильно интерпретировать и использовать? Вообще это удобная обговорка для того, чтобы не идти в глубину. Для того, чтобы не работать с трудностями. Допустим, мне в этом деле трудно, а нужно сделать какое-то усилие, чтобы пройти вперед, наработать какие-то навыки, дисциплины и так далее. Вот вопрос, у меня прям вопрос. Как все-таки отличить? Тебе сейчас трудно просто ты, потому что идешь и растешь? Или это вот вселенная тебе говорит, ай-яй-яй, там типа тебе туда уже не надо или нельзя? Вот этот вопрос мне непонятен. Ты знаешь, если непонятен, делай шаг вперед. Пройди через эту трудность. По крайней мере, наработаешь силой воли, как минимум. Как говорил принцип Наполеона, главное ввязаться в сражение. А там посмотрим. Не надо бояться ввязаться в сражение. Лучше изнутри посмотреть, чем заранее боясь ошибки. Почему люди вот это идут? Они, во-первых, ленятся. Во-вторых, они боятся сделать ошибку, боятся потратить времени туда. И в итоге никуда его не тратят. В итоге так могут значительное время никуда не потратить. Поэтому, если идет трудность какая-то, то я рекомендую эту трудность пройти насквозь, чтобы не испугаться ее, чтобы не уйти из страха. Пройти насквозь, а дальше уже изнутри посмотреть. Ну, доставляет мне удовольствие, когда я прохожу это насквозь? Доставляет мне результат хотя бы удовольствия? Доставляет мне что-то? Или это все даже там скучно? Вот я прошел, преодолел, но никакого удовольствия не получил. Значит, действительно, можно с этого пути уходить. А если я преодолел и получил немыслимое удовольствие, что я справился, я молодец, и мне нравятся результаты того, что я получил, и я готов идти дальше, это вдохновляет меня идти дальше, то, конечно, значит, ты сделал правильное дело. Вот ты правильно затронул, про мастерство, да, чтобы дойти все-таки до каких-то вот пределов своего ремесла серьезных, да, экспертных. Есть ли у тебя понимание, собственно, вот этого пути, как идти от начинающего к мастеру в своем вот этом предназначении? Да. Тут ключевые моменты такие, что на первом этапе нужно очень много делать и не бояться ошибиться. Тут даже принцип другой. То есть нужно по максимуму ошибаться в начале. Чем больше ты собираешь ошибок в начале, тем быстрее ты поймешь, как правильно. Сейчас нас хирурги слушают, я переживаю. Хирурги поэтому и учатся очень долго, 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 чтобы там вот как-то на чужих ошибках пытаться учиться, в ординатуре быть там где-то наблюдать кого-то там и так далее. Это путь как раз для того, чтобы получить максимум опыта в начале до того, как ты выйдешь уже в свободное плавание. Первая частая ошибка – это то, что люди в самом начале хотят сразу быть каким-то вот суперкрутым и очень боятся ошибиться. А на самом деле развитие оно поступенчато. Представим девятиэтажку, если ты сразу захочешь запрыгнуть на девятый этаж, то это очень сложно. Но если ты пойдешь по ступенькам, то ты туда зайдешь. А если ты воспользуешься лифтом, который тебя туда подбросит, то ты доберешься до девятого этажа еще быстрее. Что такое лифт в этом? Это эксперт, который уже там. То есть это эксперт, который может значительно ускорить твой путь. Есть такой принцип – 10 тысяч часов. То есть если ты 10 тысяч часов потратил на какое-то время, на какое-то дело вернее, то ты в этом деле становишься экспертом. Находясь рядом, в контакте с человеком, который уже там, куда ты хочешь достичь, ты автоматически перенимаешь его привычки, его методы мышления, его методы принятия решений. И ты автоматически становишься в чем-то похож на него, в том, в чем учишься. И это делает тебя примерно таким же, как он. Гораздо быстрее, чем это наработать своим путем, своими шишками. Своими шишками – это очень качественный путь, но он самый долгий, но он самый надежный. Так что с экспертом быстрее. Поэтому когда в коучинге я веду людей, куда бы они ни шли, я их веду не к себе, я их веду из их точки А, их точка Б, туда, куда они хотят. И я всегда рекомендую на этом пути все свое окружение сегментировать на три составляющих. Первое – люди-маяки, второе – люди-попутчики, третье – люди-икаря. Люди-маяки – это те люди, которые уже там, куда человек хочет прийти, в том аспекте жизни именно. Не обязательно этот человек должен быть гуру во всем. Он должен быть просто. Допустим, женщина хочет быть замужней женщиной. Ну, пожалуйста, общайся с теми, кто уже замужем. Общайся с ними и с ними. Не общайся с разведенными. Общайся с теми, кто в семье, и ты будешь перенимать те привычки, те модели поведения, которые есть там. Или ты хочешь там зарабатывать много денег. Общайся с теми, кто уже зарабатывает много денег. Общайся с теми, кто на порядок, на два порядка больше тебя зарабатывает. Старайся быть им полезным, быть нужным, чтобы войти в контакт. Или стань младшим партнером у них. У какого-то такого предпринимателя. Стать младшим партнером, и ты быстрее научишься. Вторая группа – это люди-попутчики, которые примерно туда же идут, куда и ты, примерно стоят уже точки, откуда ты идешь, они тебя понимают так же, как сам себя понимаешь И когда ты слегка просаживаешься в мотивации, они тебя поддержат, когда они просаживаются, ты их поддерживаешь, за счет этого у тебя вырастет немножко самооценка, уверенность в себе, и вы делитесь информацией подобной, и быстрее тоже проходите вместе То есть это взаимоподдержка, таких нужно человек 10 вокруг себя держать Ну и есть люди-икоря, это те, которые идут в совсем противоположном направлении или вообще не идут, и оттягивают тебя в движение Куда ты собрался? Да там все схвачено, каждый сверчок знает свой шесток Где родился, там пригодился Где родился, там пригодился, да И вообще, вон, новости смотри какие, все плохо в мире, все там это негативом тебя напичкает, который тебе абсолютно не помогает никуда двигаться То есть это люди-икоря, с ними нужно прерывать общение, ограничивать со всем Либо если это родственники, а часто это, к сожалению, близкие люди, родственники То есть с ними нужно ограничить общение по времени и по темам И это вполне возможно, и такие отношения пристраиваются И как часть коучинга часто даю сепарацию от родителей Где как раз выстроить отношения по-новому, по-взрослому и на своих условиях, на своих правилах Это вполне себе такой измеримый этап Сам я делал это, когда интуитивно, без каких-то знаний, я дорабатывал это 2 года Это как раз вот таки долгий путь по ступенькам на 9 этаж Когда я сейчас даю людям, то через 2 недели появляются первые результаты Через пару месяцев уже выстроены новые отношения Через полгода все уже привыкли и считают, что так и надо, что так и всегда и было Все, это гораздо быстрее Еще вопрос, вот даже если ты идешь по своему пути, да, по своему предназначению Все равно ведь на этом пути существуют кризисы Что такое вот эти кризисы на пути, да, ну и так Кризисы, они неизбежны, они нам нужны Они возникают, когда мы немножко подзадержались на каком-то этапе Кризис это как раз отмена старого и переход к чему-то новому, да И нам дают всегда достаточно плавно все, по силам Чем сильнее кризис, значит, тем сильнее ты протормозил Чем сильнее ты отказывался по-мягкому Потому что люди, есть люди, которые держат нос по ветру И у них практически нет кризисов Они прямо очень мобильные, очень гибкие Но с точки зрения обычного человека Он кажется каким-то несистемным, каким-то неправильным Но такие люди есть, они прям плывут по жизни на гребне волны И у них фантастический уровень свободы Я сам когда в жизни встречался с такими людьми Это был просто для меня восторг Например, когда ты встречаешь человека, который, когда я жил в горах Приезжает девочка, рассказывает, что она приехала из какой-то центральной европейской части России На автостопе с грудным ребенком И свобода такая легкая путешествует И спрашивает, что тут на Алтае есть Я ей рассказываю, как гид с огромным опытом Вот есть такие места, такие, такие, да Хоть через мои слова она хоть узнает это все Думаю, как же она там побывает Рассказала я все Потом раз, через 2-3 недели снова встречаю ее Такое, пути пересекают нас Она такая, ой, спасибо, что вы рассказали Я ведь везде в себе побывал Все, что вы рассказали Я такая, как? Она такая, автостопом? Я вообще, у меня такой разрыв шаблонов Вот то, что я рассказал, люди несколько лет пытаются рассмотреть Потому что нужно и там, и там побывать Тут отпуска не хватает, тут не хватает И нужно деньги скопить Она автостопом, без денег, с грудным ребенком Побывала везде, вот где я рассказал Все ей понравилось, все довольное Везде ее люди встречали Везде находились там дружелюбные какие-то гостеприимные участники в ее судьбе Везде все хорошо И потом она вот общалась, побыла на Алтай И сказала, ну все, я скоро собираюсь, обратно поехала Туда у меня там муж, у меня там фермерское хозяйство, муж занимается Я съездил, на Алтай захотелось посмотреть Есть такой уровень свободы, например И таких людей я встречал несколько разных И каждый для меня просто открывал силу вселенной И я думал, что я-то путешественник, я-то достаточно свободный И вот каждый раз я открываю, что, о, тебе там еще столько развиваться можно на самом деле Да, я в чем-то более свободный, чем многие И я поэтому помогаю людям Но есть еще и для меня люди космос Класс, здорово Я чувствую, что у меня появился человек-маяк Спасибо большое, Сергей, за интересный, содержательный разговор Уверена, что каждому человеку на каком бы этапе своего пути он не был Есть, чтобы интересного взять с этого выпуска А в следующий раз мы с вами поговорим о любви к себе И о нелюбви к себе И о том, как совершить переход именно к принятию себя Субтитры сделал DimaTorzok